здравствуйте в этом видео будет одно удобрение для всех комнатных цветов подкормить можно и герань фиалки с пацифилом антурием фикусы и пальмы и все что у вас есть дома так начнем сразу с подкормки записывайте ингредиенты потому что их будет очень много и обязательно досмотрите видео до конца чтобы не упустить важные моменты первое средство которое нам понадобится это банановая кожура берем ее так вот разрываем можно порезать ножиком это больше роли не играет поэтому я выкладываю таким способом в литровое ведро калий который содержится в банановой кожуре необходим во всех периодах жизни растения в любой стадии вегетации а это когда у нас растение активно растет может применяться и в период цветения для продления цветения и на начальном этапе когда растение только-только пересадили в новый грунт заливаем горячей водой не обращайте на пар это просто у меня здесь прохладный воздух из форточки горячая вода должна быть примерно 50 60 градусов второе средство это кусочек хлеба хлеб нам большей части нужен для брожения он прекрасно укрепляет иммунитет это является натуральной подкормкой для растений а также повышает устойчивость именно к погодным условиям сейчас мы открываем с вами форточки микроклимат дома резко меняется и это пагубно влияет на растения вещества которые содержатся в хлебе укрепляют и стимулируют рост не только корневой системы но и листовой массы хлеб является отличным источником питательных веществ для всех растений не только для цветов я точно также сейчас применяю органические удобрения и для рассады кому интересно заходите на садовый канал и так следующее средство которое нужно обязательно добавить в наш настой в наше удобрение это лавровый лист уже давным давно опытные цветоводы применяют лавровый настой просто подкладывают лавровые листья сам горшок оказывается что огромное количество полезных веществ именно содержится в этом маленьком листочке есть и витамины группы b витамины c а также макро микроэлементы есть марганец железо медь магний фосфор цинк кальций поэтому подкормка растения с лаврушкой позволяет пополнить запасы питательных веществ а также есть эфирные масла которые обладают антисептическими обеззараживающими свойствами эти масла когда попадают в грунт обеззараживают и помогают корневой системе быть здоровой и разветвленной при этом также не отпугивают самых вредных вредителей которые только могут быть в домашних условиях следующее средство это мандариновая кожура кожура от одного мандарина нам понадобится для этого литра настоя кожура цитрусов прекрасно даже великолепно укрепляет иммунитет у комнатных растений и способствует их быстрому росту берем один мандарин и разламываем сразу мандариновую кожуру можно ее не резать это тоже больше роли не играет средние кусочки мы добавляем в наш литр настоя мандариновые корки это натуральный полезный бесплатный продукт для приготовления любых удобрений можно добавлять и смешивать мандариновые корки даже с обычными удобрениями они содержат витамины а c е калий фосфор натрий есть еще и оберегающие растения от грибков эфирные масла для корневой системы такая подкорка будет просто необходимым особенно в весенний период когда наши растения только-только просыпаются если у вас нет мандариновой кожуры можно заменить апельсиновой кожурой апельсины любят абсолютно все думаю есть у каждого в доме растения которые поливаем именно с таким настоем становятся крепче и здоровее смотрите какие прекрасные листики улучшается их внешний вид можно делать отдельный настой из цитрусовых и поливать те растения которые обожают подкисленный грунт это у нас патефилум антуриум и им подобные комнатные цветы потому что именно от грунта зависит поступит ли все питание в корневую систему и будет ли растение в дальнейшем правильно развиваться следующее средство это свежий чеснок нам понадобится три зубчика свежего чеснока берем абсолютно все и кожуру и там палочки все что у нас есть потому что нам понадобится именно сам настой от чеснока мы дали все это будем процеживать если мы делали обычный настой чеснока можно было бы его натереть так намного быстрее он настаивается и все полезные макро микроэлементы остаются в воде чеснок полезен не только для человека мы сами все все это знаем да и первое средство именно для обработки растений от болезней для стимуляции роста мы всегда применяли чеснок помогает растениям активно расти укрепляется корневая система и даже помогает стимуляции цветения нарезаем вот так вот чеснок можно все тщательно перемешать это делается для того чтобы настой наш был более насыщенный полезными макро микроэлементами чесночным настоем можно не только поливать под корень но и опрыскивать по листу а я чаще всего все таки поливаю потому что например фиалки либо глоксини они не любят опрыскивание и если вдруг стоит какой-нибудь горшок рядом с гиранью то бывает попадает вода поэтому лучше всего поливать под корень следующее средство для стимуляции роста это веточка елочки у меня до сих пор растет елка с нового года куплены в магазине она у меня уже распушилась и я применяю ее как стимулятор для своих комнатных цветов и для рассады хвойные содержат фитогормоны и другие биологически активные вещества которые великолепно стимулируют развитие цветов помогают им быть здоровыми и быстрее пойти активно рост проснулся именно действует как стимулятор пробуждающий в настое именно в нашем получается с помощью такой веточки будет и больше процент кальция и магния и марганца меди и даже есть кремний следующее средство которое вам добавлять в наш настой это картофель я использую маленькие вареные картофели можно использовать картофельные очистки нот мне остался картофель после салата но это просто кладезь витаминов и микро макроэлементов в его составе большое количество витаминов такие как а b c е п п а также есть большой процент калия есть небольшой процент кальция фосфора и также магний есть натрий серо железо цинк и другие полезные вещества но если у вас нет лишнего картофеля можно взять отвар от картофеля например если вы готовили картофельное пюре и чтобы лишнюю воду не сливать примените его для удобрения а также наш картофель содержит самое главное это картофельный крахмал крахмал в растениях выполняет как бы запасную функцию которая в дальнейшем помогает растениям увеличиваться если например есть луковичные растения то можно поливать их картофельным крахмалом помогут их восстановить и стать более крепкими и здоровыми настоем из картофеля картофельных очисток либо отваром рекомендую только поливать под корень не опрыскивайте настоем где содержится картофельный крахмал потому что на растениях на листиках образуются некие белые пятна ну это естественно крахмалом быстренько высыхает и на листиках будет именно твердая пленочка поэтому я проверяла и вам не могу рекомендовать такой метод что касается растений с опушкой такие как фиалки глоксиния их с органическими удобрениями вообще не опрыскивайте получаются пятнышки а от некоторых средств листики могут быть сожжены настой пусть пока настаиваться чуть позже когда совсем не будет такой горячий настой я сюда добавлю два ингредиента очень важным для того чтобы у нас все полезные макро и микроэлементы стали в доступной форме для наших растений этот настой можно оставить буквально на 30-40 минут и нашу же водичка будет насыщена всеми элементами я процеживаю уже через 40 минут помните чем больше стоит настой тем нужно будет больше добавлять обычной чистой воды потому что концентрированность становится намного больше в данном случае через 40 минут я развожу один литр настоя с одним литром чистой воды если будете настаивать настой примерно 3-4 часа значит можно развести ваш один литр настоя с тремя литрами воды то есть концентрат намного больше увеличивается настой когда стоит дольше все полезные макро и микроэлементы поступают в воду намного больше чем простоит например 40-30 минут всего лишь еще одно средство которое буду добавлять это мед ну про мед по все все прекрасно знаете я практически постоянно добавляю во все домашние натуральные подкормки мед можно использовать и обычный мед и липовый мед даже цветочный мед у меня есть хвойный мед именно его вы намного чаще видите у меня на канале и будем добавлять последнее в наш настой это глицин глицин это необходимая аминокислота которая сделает наше удобрение намного полезнее и все переведет доступную форму для наших растений понадобится всего одна таблетка глицина на 1 литр уже готового настоя с водой есть например у вас там получится 3 литра воды с вашего настоя из-за концентрированности значит применяем 3 таблетки на 3 литра воды и все у нас даже перемешивается получается обалденная подкормка для наших комнатных цветов поливаем такой подкормками 1 раз в 2-3 недели желательно после органических подкормок обязательно просушить все комнатные растения многие жалуются что могут появиться например мошки но если не заливать растения органическими удобрениями и если у вас был чистый грунт нет никаких личинок то мошкам просто не откуда будут взяться потому что если их нет то они у вас не появятся а если мошки у вас уже содержится в грунте и вы замечали не раз что у вас по квартире летают какая-то либо маленькая мошка ран то обязательно пролечите свои растения средствами и потом уже используйте органические удобрения именно органика может влиять на личинки что они быстрее просыпаются и появится намного больше мошек но это в том случае если они у вас есть повторю вам еще раз смотрите я поливаю органическими удобрениями всегда понемногу на горшок примерно 3 литра достаточно будет 3-4 столовые ложки можно таким настоем поливать чуть по влажной земле самое главное не заливаем и второй способ как улучшить нашу же настойку и сделать более насыщенный концентрированный в плане азота я буду использовать куриный перегной если у вас нет куриного перегноя вместо него можно добавить дрожжи но все-таки куриный перегной это совершенно другое удобрение в нем содержится не только полезные макро и микроэлементы но и большое количество азота именно азот влияет на активный рост листовой массы нам понадобится всего лишь две гранулы на этот литр воды куриный перегной и куриный помет это разное куриный помет он настоящий и действует на растение совершенно по-другому и с ним нужно быть осторожным потому что если вдруг переборщить можно даже обжечь корневую систему растение погибнет куриный перегной он переработаны продукты что как раз очень хорошо влияет на растение содержит большое количество органических веществ есть большой процент азота фосфор калий железо кальций магний и много другое единственный минус что нужно куриный перегной точно также настаивать буквально 10-15 минут хотя бы нужно настоять и растворяется он не так быстро как простые ингредиенты ну вот смотрите одно наше удобрение превратилось полноценное удобрение например для пацифилом и если вы сейчас ему наращиваете хорошую листовую массу именно от листовой массы в дальнейшем зависит пышное цветение у этого цветочка точно так же и у антуриума и у герани именно таким настоем можно поливать и во время наращивания мощный хороший листовой чтобы получить дальнейшем пышное цветение и так давайте с вами повторим что мы сегодня использовали это у нас кожура мандариновая если нет можно использовать апельсиновую это у меня елочка для стимуляции роста можно использовать экстракты это банановая кожура полезный калий всегда необходим хлеб один кусочек обязательно добавляем лавровый лист 2-3 штучки можно добавить чеснок 3 зубчика вместе с кожуркой и картофель который содержит большое количество макро микроэлементов естественно добавляем мед во второе удобрение можно добавить куриный перегной и добавляем глицин чтобы у нас все было доступно для наших растений но на сегодня это все заходите ко мне на канал смотрите другие видео и если вам понравилось видео поставьте лайк всем спасибо и до новых встреч